Всем привет! Это FreeStudio 21. Продолжаем тему Subject Verb Agreement и продолжаем делать на эту тему упражнения из Advanced English Grammar and Use. И на очереди у меня последнее в этой серии уже упражнение. Это 42.3 из 42.1. И здесь опять будет ситуация, когда у меня, скажем так, сложные Subjects или сложные, будем говорить, подлежащие, которые, пойди его знай, в каком они стоят в числе, возможно, в единственном, возможно, во множественном, и надо сообразить, в какое число и, соответственно, какое число будет глагола. Итак, первое. Сейчас я чуть-чуть увеличу. Первое. The outskirts of our cities. Чего-то там benefited from the new out-of-town shopping centers that. Чего-то там recently been built. Значит, окрестности наших городов, по-видимому, выиграли от новых построенных недавно, видимо, загородних торговых центров, которые были недавно построены. Ну, и я начну сразу со второго, потому что здесь все очевидно, здесь все лежит на поверхности. У меня shopping centers, вернее, на самом деле здесь вот подлежащие, где начинается. The new out-of-town shopping centers. Вот такое оно огромное. То есть здесь у меня, ну, new меня не интересует, это прилагательное. Out-of-town загородний. Меня это тоже особо не интересует, это тоже прилагательное. Shopping, ничего тоже не говорит мне толком. Мне надо вот это слово centers. И оно стоит во множественном числе. Торговые центры можно посчитать. Это самое обычное исчисляемое существительное. У него есть единственное число, sender. Или sender. Если британский вариант, то это будет вот так выглядеть. В любом случае это нормальное, существительное, без всяких осложнений. Поэтому здесь множественное, здесь я ставлю have, все в порядке. Have recently been built. Здесь у нас perfect и passive одновременно, поэтому так получается. Теперь мне интересно первое. The outskirts of our cities. Это мое первое подлежащее. И здесь у меня все, что после off, я помню, что можно отбросить. Это не суть важна. Оно все равно отвечает на вопрос какой. Меня интересует вот это the outskirts. И outskirts относится к тем словам, которые в единственном числе не употребляются в принципе. Окрестности. В английском языке это могут быть только во множественном числе. Поэтому здесь у меня автоматически тоже будет have. Едем дальше. Around a third of the population. Regularly. Чего-то там out of town. Около третье население регулярно ходят за покупками или ездят за покупками за город. И вот здесь ситуация уже интереснее. Здесь у меня дело в том, что вот это around the third of the population. Это тоже одно огромное подлежащее. И здесь все достаточно очевидно. После off опять какие-то слова. Мне они неинтересны, потому что все равно это вроде бы как неважно. Оно отвечает на вопрос какой. Около трети населения. Around это тоже в принципе не столь важно. Это примерно. Поэтому мне это не интересует. У меня остается слово third. И third в данном случае это треть. Обратите внимание, здесь стоит e. Первая реакция у людей обычно как это так. Third мы все привыкли, что это третий. На самом деле слово third может быть еще одна третья. На самом деле это должно быть вот так. One third. Вот. В литературном варианте это вот так должно стоять. Но естественно кто-то говорит, зачем если one можно заменить на слово e. Поэтому получается то, что мы имеем здесь. Итак, треть. Здесь на первый взгляд вроде бы как единственное число. Одна же треть. Поэтому здесь вроде бы как просится поставить слово shops. Ездить за покупками. Но здесь дело в том, что не все так просто. О чем идет речь? Речь идет о людях. А когда речь идет о людях, то мы можем понимать это двояко. С одной стороны это одна треть. И это как бы один объект. С другой стороны это собирательное слово. Это люди. То есть это people, грубо говоря. Там можно было сказать many people. И это тоже будет верно. Many people, regularly. И тогда я уже не могу поставить shops. Я должна поставить shop. Здесь может быть два варианта. Какой вариант лучше? Здесь нет лучшего варианта. Здесь оба варианта правильные. Все зависит от того, что я хочу сказать. О чем я говорю? Если я хочу сделать акцент больше на людей, значит, я, соответственно, буду ставить множественное число. Если я хочу сделать акцент на треть, допустим, сказать так, одна треть людей ходит в эти магазины, а остальные две трети не ходят в эти магазины, тогда у меня, естественно, будет лучше ставить слово shops. Это будет правильнее. Ладно, поехали дальше. Второе. Значит, в среднем 25 литров воды используется каждый день в одном домохозяйстве. И поскольку население чего-то там ожидает или будет ожидать, ну, нет, наверное, ожидает, повышающихся жизненных стандартов, эта цифра будет возрастать. Вот так вот. Значит, что мы имеем здесь? Ну, on average меня особо не интересует. Значит, меня интересует здесь вот это. 25 литров воды. Это мое подлежащее. 25 литров воды. Опять же, о чем идет речь? У меня, с одной стороны, вроде как 25 литров. Понятное дело, что это множественное число. Вроде как R должно стоять. Ну, что там, нормально вроде. Но есть одна проблемка. Дело в том, что здесь идет речь не о 25 литрах, в отличие там от 100 литров, допустим, или что. Здесь речь идет об одном целом предмете. Когда у меня ситуация, что у меня 25 литров воды, 2 килограмма сахара, 10 килограмм гречки, я не знаю, там еще чего-нибудь, 15 метров полотна, и все в таком духе. То есть, у меня комбинация. С одной стороны, у меня фигер какой-то стоит, то есть, там может быть цифра, там могут быть единицы измерения. Обычно очень внимательно, если у меня единицы измерения стоят, или проценты, допустим. То есть, у меня фигер, цифра. Дальше у меня measurement какой-то, то есть, это единицы измерения, грубо говоря. А дальше у меня будет стоять off. А дальше у меня объект, который я, собственно, измеряю. Subject там какой-то, не суть важно, что это. Но обычно это, конечно, что-то неисчисляемое. Так вот, если у меня такая ситуация, у меня никак не может быть множественного числа. У меня будет единственное. И здесь у меня будет S. Вот таким вот образом. Что можно сказать на это? С одной стороны, это очень нелогично. Ну как? Ну первая мысль 25 литров, или там 15 метров, или что? Ну как это может быть единственное число? Но это именно так. Здесь имеется в виду, что кусок чего-то, грубо говоря, часть чего-то. Это рассматривается как часть чего-то целого. Ну вот если посмотреть на это с такой точки зрения, если думать об этом как о части всей воды, там, грубо говоря, в природе, то, конечно, это единственное число. Поэтому просто надо иметь это всегда в голове. Если я вижу единицы измерения, дальше off, дальше какой-то там предмет, что измеряется, скорее всего, это единственное число. Что будет, если я поставлю множественное? Будет ли это ошибкой? Ну, как бы, иногда люди делают эту ошибку, и даже нейтив-спикеры иногда эту ошибку делают, в этом нет ничего такого. В разговорной речи на это обычно не очень сильно обращают внимание. Но если нужно будет писать эссе или что-то такое, то надо помнить, что здесь единственное число. Ладно, смотрим дальше. Дальше у нас population. Ага, здесь надо немного насторожиться, потому что population – это население. А что мы имеем в виду под населением? А население – это люди. Поэтому здесь expect – здесь можно понимать это как множественное число. С другой стороны, это почти тот же самый случай, что в первом предложении у меня вот эта треть людей. То есть, если речь идет о людях, тогда это множественно. А если эта речь идет просто об объекте – население, то это может быть единственное число. Здесь может быть два варианта. Как поставим, так и будет. Ладно. Третье. Some 30% of the office space in London – чего-то там presently empty – and the department of employment – чего-то там – high property prices. Около 30% офисных помещений в Лондоне в настоящее время пустуют, и департамент по трудоустройству обвиняет в этом высокие цены на недвижимость. Вот так вот. Опять у меня ситуация. Это очень сходно с предыдущим предложением. Здесь у меня должно меня что насторожить? Вот эти 30%. Значит, 30% – единица измерения. Дальше у меня стоит off. И дальше у меня стоит office space. Офисное пространство, если дословно. In London меня не интересует. Это не суть важна сейчас. Значит, есть ли у меня такая ситуация? Office space как? Можно посчитать? Нет, конечно. Это неисчисляемое, поэтому у меня есть единица измерения процент. Это абсолютно то же самое, что было во втором. Там, где было 25 литров воды. Здесь у меня тоже будет стоять is. Против всей логики. Но здесь будет is. Значит, is presently empty. Далее. Департамент трудоустройства. Это как понимать? Значит, опять же, здесь ситуация, когда департамент трудоустройства. Можно понимать, что это организация. И тогда это будет blames, естественно. И можно понимать, что это люди из департамента по трудоустройству. То есть, коллектив департамента обвиняет. Тогда это, естественно, будет множественное число. то здесь будет blame. И так, и так будет верно. Ладно, четвёртое. 3 сантиметра, чего-то там, all that separated the first two runners in the last night 10,000 meters and the sports club, чего-то там, declared the race a dead hit. Значит, только 3 сантиметра, это всё, что отделяло первых двоих бегунов в последнем, я так понимаю, 10-ти километровом, наверное, забеге прошлым вечером, и спортивный клуб заявил, что соревнования по бегу закончились в ничью. Dead hit – это ничья. Итак, что мы здесь имеем? Значит, во-первых, last night, ага, это, наверное, ещё и прошедшее время здесь будет, ну да ладно, допустим, меня сейчас не волнует прошедшее это или время, меня интересует, значит, 3 сантиметра. 3 сантиметра, на первый взгляд, куда уж множественнее, это 3 сантиметра. Но здесь проблема в том, что дальше у меня стоит очень интересная вот эта фраза all that separated. Когда у меня появляется вот это вот all, вот такое вот, меня это должно настораживать. Значит, если у меня такое, я могу быть уверена, что речь идёт не о 3 сантиметрах, как о множественном числе, речь идёт просто о каком-то факте, о какой-то вещи. То есть вот это вот выглядит как один объект. И когда у меня такая ситуация, это естественно множественное, прошу прощения, это естественно единственное число. Значит, поскольку здесь last night, ну, я не знаю, поставлю в прошедшее время для разнообразия, was, пусть будет was. В принципе, is тоже, наверное, можно было, is all that separated. А, ну, хотя separated стоит явно прошедшее время, ладно, поставим was. Так, далее. Спортивный клуб заявил, что, в общем, это, как её сказать, гонка или бег или забег был ничьёй, то есть закончился в ничью. Опять же, здесь полностью та же самая ситуация, что было с Department for Employment в предыдущем предложении. О чём идёт речь? Спортивный клуб как организация или как собрание людей? Если как организация, тогда has declared. А если как собрание людей, тогда have declared. Поскольку клуб – это не один человек, это несколько человек. Ладно, едем дальше. Пятое. The research group now, чего-то там, that the criteria they used, чего-то там, not totally reliable, and that the figure of 85%, чего-то там, exaggerated. Итак, значит, группа исследователей теперь, по-видимому, признаёт, что они использовали, что критерии, которые они использовали, так, значит, они не совсем надёжны, и что цифра в 85% преувеличена. Так, ну, первое, здесь у меня всё более-менее вроде бы ясно. Здесь у меня стоит research group, группа исследователей. И я думаю, что здесь единственное число, поскольку речь идёт о группе. Группа товарищей, admit. Если бы здесь были исследователи, тогда было бы однозначно множественное число. Возможно, кому-то покажется, что было бы тоже неплохо поставить здесь два варианта. Возможно, я с этим тоже соглашусь. Здесь можно это понимать, группа исследователей, как коллектив. Ну, потому что, собственно, что это такое? Это коллектив. Поэтому, да, здесь может быть, как вариант, слово admit, как люди, исследователи. То есть, если здесь равно researchers, грубо говоря, тогда это будет admit. Если группа researchers или the research group, тогда, конечно, admit. Далее. Критерия – это множественное число. Поэтому здесь я поставлю множественное. Are used. That they used are not totally reliable. Ага, здесь не может быть are, потому что иначе у меня согласование времён будет не работать. У меня здесь прошедшее. Значит, здесь тоже будет прошедшее. Where, where, not totally reliable. Критерия – это plural. Это множественное число. Просто слово латинское, поэтому получается вот такое оно. Значит, здесь, почему так нагромождение такое глаголов? На самом деле, вот это they used, оно как бы в одное. Тут надо было бы сказать так. That the criteria which they used. Вот это здесь имелось так в виду. Здесь можно запятыми выделять. А вот это вот where, оно относится вот к этому слову. Вот к этому, а не к they used. Так. И далее. The figure of 85%. Так, число 85%. Ну, здесь всё говорит само за себя. Здесь можно даже правила не знать, оттолкнувшись только от того, что здесь стоит слово the figure. Цифра. Ну, цифра одна, поэтому куда там. Естественно, это будет is. Или, может быть, was. Не знаю, как лучше. По идее, наверное, was всё-таки лучше. Ну, ладно, это уже такое дело. В любом случае, здесь единственное число. Далее, шестое. Following last week's major art theft from the Akron Art Gallery, the premises, чего-то там searched by police last night, and the owners' belongings, чего-то там been taken away for further inspection. После большой кражи предметов искусства на прошлой неделе из галереи Akron, значит, помещения были, я так понимаю, обысканы, если так правильно говорить, наверное, да, пожалуй. Ну, короче говоря, помещение обыскала полиция прошлой ночью или прошлым вечером, и имущество владельцев или владельца было конфисковано или забрано для дальнейшей проверки. Вот так вот. Так, что у нас здесь? Значит, у меня здесь стоит слово, которое априори во множественном числе всегда. Это the premises. The premises в принципе в единственном не бывает. Это как outskirts и так далее. Поэтому здесь будет where, можно даже не сомневаться. Почему where? Потому что last week, last night, явное прошедшее время. Далее, опять же, belongings. Опять же, ситуация, когда у меня множественное число, поэтому здесь будет have. Здесь все достаточно просто. Ладно, смотрим, что в седьмом. A survey of the opinions of students, чего-то там, that economics, чего-то, the least popular university subject. Ага. Так, ну, я дочитаю до конца. However, 90% of the economic students surveyed, чего-то, that their courses are well taught. Опрос мнения студентов показывает или показал, что экономика – наименее популярный предмет в университете. Однако 90% студентов-экономистов, которых опросили, считают, что курс хорошо преподается. Итак, значит, первое у меня – a survey of opinions of students. Опять у меня километровое подлежащее. Off я отбрасываю, off я отбрасываю, у меня остается слово survey – опрос. Самое невинное, простое слово, в единственном числе никаких проблем. Поэтому я ставлю shows, здесь будет единственное число, все как надо. Далее у меня стоит that economics, и вот здесь нужно внимательно. Потому что хоть s у меня на конце и стоит, но дело в том, что речь идет об академической дисциплине. А когда у меня такая ситуация, это единственное число. Как бы не хотелось поставить множественное. Экономика, не более того. Поэтому это предмет, который читается в университете. Это единственное число. Далее, значит, однако. Далее у нас целая гора каких-то слов. Сейчас найдем, где же оно начинается. Но however, это в одно слово. 90% студентов, которых опросили. Ну, survey – опрошенные, это депричастие, меня это не интересует. 90% студентов. О чем идет речь? Речь, здесь опять ситуация, когда с одной стороны вроде бы как одна целая часть, а с другой стороны это явная группа людей. Поэтому я думаю, что здесь множественное число. Или, пожалуй, здесь та ситуация, когда можно вроде бы как и то и другое. Здесь может быть believe. Я думаю, что здесь believes нежелательно ставить. Потому что, во-первых, у меня ситуация, когда студентов можно посчитать. В отличие от предыдущих случаев, когда у меня проценты, литры, метры и так далее стояли с неисчисляемым. И там это было единственное, потому что у меня не было выбора. Неисчисляемые не ставятся во множественном, даже если они там с количеством каким-то. Здесь же ситуация, когда студенты исчисляемые. Поэтому их явно много. Поэтому я ставлю believe. Ладно. И последнее, восьмое. Итак, диабетики или страдающие от диабета поприветствовали запуск, я так понимаю, фирмы какой-то Федерекс. Нового препарата, чтобы бороться с этой болезнью. Компания заявляет, что все прибыли от продажи, по-видимому, препарата будут обратно вложены в дальнейшие исследования. Вот так вот. Так. Ну, первое просто. Поскольку здесь у меня sufferers from diabetes. Ну, from diabetes это такое. Но здесь ключевое слово это sufferers. То есть больные. Их много, поэтому здесь можно не сомневаться, что здесь множественное число. Have welcomed. Далее. А вот с компанией уже не все так просто. Потому что компания это, с одной стороны, может быть как юридическое лицо, организация. А с другой стороны, это коллектив людей. За вылвиской всегда стоят люди. Поэтому здесь может быть, я думаю, два варианта. Say с одной стороны. Это если речь идет о коллективе. И say с другой стороны, если речь идет об организации. Ну, ясно. Если заработки, значит, я могу быть уверена, что это множественное число. И поэтому are to be put back. Вот таким вот образом. Кроме того, здесь еще можно исходить из чего? Что обычно слово earnings употребляется во множественном числе. Я сейчас не до конца уверена, что у него нет единственного. Честно говоря, я не буду утверждать. Я точно не помню. Но что здесь множественно, это более чем так. Вот такое интересное упражнение. Это последнее упражнение из темы subject-verb agreement. Больше в advanced English grammar and use упражнений на эту тему нет. Ну, в принципе, это не такая уж дико сложная тема. Здесь просто в основном это здравый смысл. И буквально на процентов 20 это какие-то знания, такие достаточно элементарные. В любом случае, скриншот этой страницы, если у вас нет книги Advanced English Grammar and Use, будет по ссылке в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо.